Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь Стан», 27 том, вопрос 3908. «Вы даёте ли характеристики детям, как раньше?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Не всем, а чьи родители просят. Иногда дети сами выпрашивают, но бывает, что не успеваем спроворить этот непростой документ для наших лагерников. Ермоленко Иван, 15 лет, рост 174 см, сухощав, не в папу, сын священника отца Павла. В нашем лагере Стане он уже не первый раз. Пословица «не судите по одёжке» вполне подходит к Ване. На вид неуклюжий, внешностью не привлекает как будто, но проходит время, и видишь, как обманчива скорлупа, скрывающая внутри себя сокровище нетленное, молчалив, не замкнут и не себе на уме, внимателен, скорно слышене, делает без принуждения любую работу, даже когда другие отдыхают. О нём можно без сомнения сказать, что он верующий, спокоен, рассудителен, резко отличается от других ребят, о которых и не скажешь, что они верующие. Нужно ему молиться о том, чтобы не подвергнуться влиянию мира сего. Это случается часто в переходном возрасте. После отбоя, со времени, со всеми не шуметь, ибо за это у нас ставят на часы. Ваня может быть хорошим другом, он старается развиваться, самостоятельно читает священное писание, учится играть на гитаре. Свободное время не болтается на качелях, но проводит его на турнике. Порученную работу сделает на отлично, смело карабкается на деревья, чтобы спилить сучки. Это уже личность, способная прокормить себя и свою семью. Бесед с Ваней особых не было, и глубины познания его в Библии не определяли. Не было ему, кроме часов, наказания. 6 июля 2008 год, воспитатель Савченко В.Н., начальник лагеря Стана Лапкин Игнатий Тихонович. Ваня уехал в субботу, 5 июля 2008 года. И в воскресенье у себя в камне на обе решил исповедаться и причаститься, так как идет Петров пост. Но священник тамошний весьма посуровил из-за того, что Ваня был в нашем лагере. Обозвал еретиком только за это и не допустил его. Подробности можем сообщить чуть позже. Вот с такими строгостями к нам относятся служители Московской Патриархии. Притча, 22 глава, 6 стих. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Мать о сыне, который на Курской дуге в наступлении, будет брошен в прорыв под гранату и под пулемет, долго молится, перед иконами став на колени. Мальчик выживет, жизнь проживет и умрет. Но о том, что когда-нибудь все-таки это случится, уповающей матери знать в этот час не дано. И сурово глядят на нее из окладов спокойные лица. И неведении это бессмертию почти что равно. Межиров.